с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 31 августа день ветеринарного работника россии а также день блога дата день блога была выбрана в связи с тем что активные пользователи усмотрели слове блок цифры 3 1 0 8 в этот день принято написать короткие рецензии на 5 разных блогов и 31 августа опубликовать их у себя со ссылками на страницы авторов хорошим тоном считается публикация тех блогов которые не сходятся со сферой обычных интересов автора его точкой зрения или жизненной позиции это нужно для того чтобы сам пользователь и посетители его страницы смогли открыть для себя что-то новое у родившихся 12 год гай юлий цезарь каллигула римский император имя каллигула кстати в буквальном переводе означает сапожок так как в детстве живя среди легионеров будущий император носил военные сапожки коллеги 1853 год в этот мир приходит алексей брусилов генерал командовавший фронтом во время первой мировой войны он предложил прорвать вражескую оборону не на узком участке а на всем протяжении фронта по имени командующего наступление называют брусиловским прорывом в 1872 году рождается матильда кшесинская знаменитая балерина императорских театров артистка балета мариинского театра именно она открыла дорогу прославившим русский балет преображенской трифиловый павловой корсавины одно время она была любовницей великого князя николая александровича будущего николая второго а с 1921 стала женой великого князя андрея владимировича 1920 году кшесинская эмигрировала во францию в 1929 открыла в париж балетную студию выпустила мемуары а теперь главное прожила 99 лет в 1949 году рождается ричард гир американский киноактер и продюсер он запомнился по фильмам хатика самый верный друг красотка первобытный страх чикаго и другие в 1951 году рождается алексей учитель советский российский кинорежиссер сценарист народный артист ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1703 год произошло первое в истории петербурга наводнения ночью вода поднимается на 250 сантиметров выше ординара затапливает расположение войск и смывает часть заготовленного леса и стройматериалов за 300 лет было зарегистрировано 294 наводнения крупные наводнения свыше трех с половиной метров случаются два раза в столетие наука утверждает что не исключены здесь наводнение свыше пяти метров хотя до сих пор бог миловал такой рекорд установлен не был в 1912 году в москве открывается музей изящных искусств ныне музей изобразительных искусств имени пушкина на его строительство промышленник юрий нечаев мальцев пожертвовал свыше двух миллионов рублей строил здание архитектор роман клейн инициатор создания и первым директором музея изящных искусств был иван цветаев отец великой поэтессы марина цветаевой 1920 год и испытан первый танк построенный в советской россии в качестве образца использовался захвачены в боях на южном фронте у деникинцев легкий французский танк рено первенца называют борец за свободу товарищ лень потому как именно он выступил с инициативы создать такую машину затем было выпущено еще 14 танков с персональными именами борец за свободу товарищ троцкий буря илья муромец парижская коммуна и другие до сегодняшних дней ни одна из этих уникальных для своего времени машин не дожила 1935 первый рекорд установлен алексеем стахановым на шахте центральная ирмина он за смену 5 часов 45 минут добывает 102 тонны угля превысив норму в 14 раз только спустя годы стало известно что стаханов бурил узкий проход по которому продвигался сам а следом шла бригада которая расширяла забой и крепила стены а вся выработка засчитывалась одному человеку 1939 год сотрудники сс переодетые в польскую военную форму инсценировали нападение поляков на радиостанцию в городе глаевец на негливице и передают в эфир антигерманское воззвание на польском языке операция консервы создает формальный повод для агрессии против польши и означает начало второй мировой войны 1980 год лех валенца лидер бастующих рабочих гданьске подписывает соглашение с польским правительством которое предусматривает создание свободных профсоюзов и гарантирует освобождение политических заключенных в польше образован независимый профсоюз солидарность 1986 год при выходе из порта новороссийск крупнейшее пассажирское судно черноморского пароходства адмирал нахимов сталкивается сухогрузом за несколько минут пассажирское судно тонет несколько сотен человек погибают причина трагедии неверные действия капитанов обоих судов погибает почти 600 человек в историческом календаре независимой газеты 423 человека указаны оба капитана будут приговорены к 15-летнему тюремному заключению 1993 год в москве открывается первый российский международный авиационно-космический салон макс международная аэрокосмическая выставка которая проводится с периодичностью раз два года в городе жуковском на выставке демонстрируются российские высокие технологии и регулярно выступают российские пилотажные группы русские витязи стрижи а также иностранные пилотажные группы 1997 31 августа гибель принцессы дианы вместе со своим другом доди эльфаедом в париже мерседес уходя от преследования папарацци врезается в колонну туннеля под мостом альма все трое шофер и двое пассажиров погибают на месте виновными признают водителя который якобы был пьян ехал с превышением скорости не справился с управлением трагическая гибель дианы вызывает невиданный отклик во всем мире а ее похороны стали поводом для очередного скандала в британском королевстве на одном из венков принесенных гробу принцессы уэльской была надпись вобравшая всю историю жизни и смерти родилась леди стала принцесса и умерла легендой 2004 год в москве 31 августа рядом со станцией метро рижская рядом с универмагом крестовский взорван автомобиль 8 человек погибает 18 ранено ну и последнее 1848 год лондонская газета за daily news издателем который в то время был уже прославившийся чарльз диккенс первое мире начинает публиковать более или менее точные прогнозы погоды многочисленные британские метеостанции посредством телеграфа передает результаты своих утренних девятичасовых наблюдений в гринническую обсерваторию которая находится предместе лондона где их анализировал главный метеоролог сэр джеймс глейшер а на следующий день его вердикт о предстоящих погодных изменениях попадал непосредственно в редакцию газеты надо сказать что самые первые метеосообщения появились опять-таки в британском еженедельнике еще в 1692 году однако это были еще не прогнозы а лишь данные о погоде в эти дни за прошлый год читателям предлагалось самим делать выводы о том что их ждет сегодня эдакая английская рулетка и пусть проигравший мокнет впрочем как бы не развивались технологии прогноз погоды по-прежнему остается всего лишь прогнозом с вами был николай пивненко в проекте дата